Десятым героем проекта «Люди, изменившие мир», который представляет Ленинский мемориал, стал Винстон Черчилль, величайший британец, оказавший огромное воздействие на весь мир. Для истории нашей страны этот человек имеет несколько лиц, отметил старший научный сотрудник Ленинского мемориала Валерий Перфилов. Это, прежде всего, мы вспоминаем годы интервенции. И тогда британцы назвали его величайшим британцем, а Ленин его тогда назвал величайшим ненавистником России. Но это не случайно. Почти 50 тысяч британцев тогда были в нашей стране. Пытались задушить, как он сам говорил, в колыбели большевизм. Тем не менее, в годы Второй мировой войны Уинстон Черчилль стал одним из инициаторов создания антигитлеровской коалиции, оказания помощи Советскому Союзу. Среди экспонатов выставки документы из российских архивов, переписка Черчилля со Сталиным, документы о Тегеранской и Ялтинской конференциях. Но роль его, конечно, исключительно велика еще и в том случае, что даже после того, как он перестал быть премьер-министром в 1946 году, он произносит свою знаменитую фултонскую речь, которая оказала огромное влияние на весь мир, где он призвал опустить железный занавес между Советским Союзом, странами социализма в тот период и всем западным миром. Если копии документов и фотографий, касающиеся его деятельности в качестве премьер-министра Великобритании, в основном предоставленной Российским государственным архивом социально-политической истории, то экспонаты личного характера прислал для проекта лондонский музей-бункер «Военные комнаты Черчилля». Первый автограф, сделанный Черчиллем в 7-летнем возрасте, или справка, выданная врачом Черчилля в 1931 году во время путешествия его по США, когда там был сухой закон о том, что ежедневное употребление спиртного показано ему именно врачом. Мы знаем о том, что Винстон Черчилль далеко не прочь выпить. В экспозиции также есть шеститомное издание книги «Вторая мировая война» – литературный труд, за который Винстон Черчилль в 1953 году получил Нобелевскую премию. Познакомиться с экспонатами выставки можно до 31 декабря в павильоне «Оружие подвига», расположенного на территории усадьбы дома-музея Ленина. Ирина Антонова, Уллправда ТВ